ЙО Кемеровские автолюбители внимательно прислушались к новому слову автомобильного мира. Оказывается, и в салонах машину по одежке встречают. Насколько я себе вижу, сегмент ЙО-мобилей это где-то от 25, может быть даже от 22, до 45. Примерно так. И в основном, конечно, женщины. Но есть и те, кто не считает букву ЙО брендом. Одним из первых громкий спор вокруг популярной гласной затеял известный дизайнер Артемий Лебедев. В одном из своих параграфов под номером 119 он выступил ярым противником ЙО-фикации. ЙО-недобуква. Использование ЙО везде – насилие над читателем. Лебедев предлагает использовать ЙО в редких названиях и именах. Его вердикт схож с мнением большинства дизайнеров. Они твердят, буква хорошо звучит, но плохо выглядит. Когда буква ЙО в тексте присутствует, например, в слогане, и нужно вместить большое количество информации дополнительное, то эти две точки, они занимают место, тянут на себя внимание. А вниманием ЙО никогда не была обделена. Букву сначала разрешали, потом запрещали. Какую-никакую стабильность гласная завоевала только в 1917 году. Тогда употребление ЙО признали желательным, но необязательным. Но еще в 1783 году княгине Дашковой была впервые замечена фонетическая особенность буквы. ЙО-недобуква. Лингвисты пропуск точек над ЙО называют ошибкой. При чтении слова с подобным упущением информация воспринимается сложнее. Буква ранее всегда ударная, теперь теряется в числе безударных гласных. Почему люди игнорируют зачастую на письме эту букву? Просто действительно экономия мускульных усилий. Вот и все. Днев борцов за самую русскую букву опрушился и на компьютерную клавиатуру. Клавиша ЙО вынесена за пределы общего блока, а на кнопках некоторых сотовых телефонов она и вовсе отсутствует. Все же убрать точки над ЙО легко из личного документа на экране монитора, но вычеркнуть эту всегда ударную букву из истории языка и звучащей речи невозможно. А чем можно помочь малышу, когда режут первые зубки? А чем вы можете помочь? Да ничего. Так, вот если снять, вы хотите болевой синдром не снимите. То есть у ребеночка идет болевой синдром, вот эти зубки режутся, но он 2 болит. Он, конечно, плачет. А вот, ну есть часть, допустим, мази, которую можно помазать, он снимет этот болевой синдром. Часто педиатры так говорят, участковые. Температуру мама вызывает врача и отвечает, что режутся зубки, поэтому у вас температуры нет. Да, у ребенка режутся зубки, поэтому идет снижение иммунитета, поэтому ребеночек заболел. Ну, то есть респираторит в легкой форме, то есть идет местное воспаление, он дал температурную реакцию. Так же, как и все, как, ну, должна посмотреть, в принципе, что именно конкретно, вот. Ну, что можно? Ну, дайте ребенку что-то жесткое, вот на зубки, то есть он будет хватать, своими зубками трепать. Ну, вот есть у нас сейчас на сегодняшний день в аптеках всякие продаются кольца, там еще какие-то игрушки для того, чтобы дети жевали. Ну, вот раньше бабушки пользовались ложку железную, вот эту алюминиевую, да, что ребенок... Во-первых, она холодная, это несколько вот снижает местную температуру и попроще становится. Во-вторых, она жесткая, во-вторых, никакой мелкой детали там нет, то есть ничего там не проглотит. Ну, такие какие-то вещи, в общем-то, ну, и да поймите вы своего ребеночка, плачет он у вас, пожалеете вы его, легче ему станет и, короче говоря, он у вас перестанет. Наверняка многие из вас любят коротать время за просмотром фильма. Ну, а какой же киносеанс обойдется без хрустящего попкорна? И как не удивительно, фильм и попкорн – английские слова с любопытной историей происхождения. Произошло слово «фильм» от древнеанглийского «филман», что обозначало тонкую пленку или также кожу. К 1845 году это слово стало очень популярным, ведь под ним стали понимать покрытие химическим гелем фотографических пластинок. В 1895 году фильмом стали называть не только покрытие, но и бумагу под ним. Чуть позже словом фильм именуют кинокартину. Как раз это значение слова сейчас используется в русском языке. В английском же под фильмом по-прежнему понимаются кинокартина, пленка, мембрана и тонкий налет. Любите ли вы похрустеть сладким или соленым попкорном во время просмотра фильма? В любом случае, история происхождения этого слова очень интересна. В древние времена словом «корн» обозначались разнообразные зерновые культуры. В Англии это была пшеница, в Шотландии, Ирландии – овес, в Америке – кукуруза, за которой закрепило значение слова. Племена коренных жителей Америки полагали, что в каждом ядре жареной кукурузы жили крошечные духи. При нагревании духи начинали сердиться до тех пор, пока не выходили из себя, разрывая свой домик с громким хлопком. Этимология первой части слова связана именно с этим звуком, ведь глагол «поп» обозначает хлопать, трещать. Кстати, племена коренных жителей Америки попкорн не только ели, но и использовали в качестве украшения. Сейчас попкорн – вкусное недорогое лакомство. Употреблять его можно в любое время и в любом месте, как, впрочем, и совершенствовать свои знания. Good morning! See you later!